Привет! Сегодня у меня новое видео. Хочу рассказать об одном аромате, который у меня в мини-версии. И это у меня Барбери. И это у меня MyBarbriBlack. Чёрный, с чёрным бантиком. У них их там несколько вариантов. Это именно чёрный бантик. Сейчас я вам расскажу, что же здесь у нас за ноты. Здесь у нас Жасмин, Роза, Персик, Пачули и Амбра. Этот аромат сейчас на мне. Мне этот аромат нравится. Даже одно время я очень хотела его купить. У меня были пробники. Отливантов у меня никогда не было. У меня вот эта мини-версия, в которой у нас 5 мл, наверное. 5 мл. Это у меня парфюм. Как он выглядит? Вот. Что хочу сказать. Здесь довольно яркая для меня роза. Роза... Я не люблю розу. Здесь у нас есть ещё и персики. Персики и роза это те два компонента, которые тоже являются главными у нас в Трезор, которые мне очень нравятся. В отличие от Трезор, здесь всё не так безоблачно. Здесь очень яркая роза. И я понимаю, что сам аромат очень интересный. Если вы любите яркие, громкие ароматы, если вы разделяете ароматы по сезонам, то, скорее всего, это абсолютный зимний либо холодно-осенний аромат, либо ранневесенний. То есть, когда погода ещё холодная, когда всё очень пасмурно, темно, и этот аромат, он будет как прям такие лучи солнца. Он очень шлейфовый, очень стойкий, он очень ядрёный, он очень-очень крепкий такой. То есть, несколько пшиков, и хватит для того, чтобы этим ароматом освещать и радовать всех вокруг. Проблема для меня здесь этого аромата именно в этой очень яркой розе. И у меня он тут просто... Поэтому я так иногда подмахиваю рукой. Слишком она яркая. Для нелюбителя розы, это та роза, которая мне говорит, нехрен нам с тобой дружить. Поэтому я уверена, что этот флакон у меня не перерастёт даже в самый маленький, даже в 30 мл. Мне нравится его намазом на руке ощущать. Мне нравилось немного там пшикнуть на руку. И когда этого аромата немного, и он не такой инвазивный, потому что эту розу я здесь чувствую прямо сразу. И вот она есть всё время, пока этот аромат на мне. И она никуда не уходит. И она прям, она такая, знаете, свербящая, прям в голову въедается, в мозги. В общем, это та роза, которую я как раз не люблю. Причём я как-то пыталась отследить, какие розы мне нравятся, какие розы мне не нравятся. Например, там, дамасская роза, болгарская. Вот болгарская роза, это одна из тех, которые мне не нравятся. Белая роза мне нравится. Ну вот иногда бывает так, что просто, просто роза и роза. И вот она ужасно масляная, ужасно такая, знаете, прям очень спелая масляная роза. Короче, она вот мне ужасно не нравится. И она здесь есть. Здесь очень мало нот в этом аромате. И он очень красиво сделан. И все эти ноты слышны. Здесь и почулис. Почулис здесь, кстати, очень красиво. Те почули, как раз, которые мне нравятся, которые не почулистые, которые вас не будут с ног сбивать. Если бы ещё и роза была такая, цены бы не было этому аромату. Я бы обязательно купила, потому что мне нравятся такие яркие ароматы. Мне нравятся те ароматы, которые прям окутывают, которые яркие, стойкие, шлейфовые. Вот он такой, как мне нравится. Если бы здесь была, например, белая роза, либо какая-нибудь там, не знаю, там чайная роза, либо ещё какая-нибудь роза, как вот, как, например, в Трезор, который меня абсолютно не волнует, мне абсолютно не выдаёт вот этот вот розовый, пожалуйста, розовое масло. Вот всё бы было круто. Но здесь прям, если вы не являетесь розовым любителем, если вы настороженно относитесь к розам, я считаю, что вам нужно затестить этот аромат. И причём не просто затестить, а может быть купить где-нибудь от Левант, где-нибудь достать пробник. Именно несколько раз попробовать, потому что с первого раза, с первого нанесения этот аромат очень приятный, очень классный, хороший. Но так как моя доза пшиков, это 8 пшиков, я делаю много пшиков, ребята, я просто, я просто, я ласты склею 8 пшиков. Я вам это гарантирую. Просто. Не то, что я не могу меньше делать. Естественно, я могу меньше делать. Но уже от одной капельки этого аромата я чувствую эту розу. Она мне не настолько неприятна, чтобы сказать вообще, что это за аромат. Но носить этот аромат на себе, при том, что он мне нравится, сама композиция очень красивая, но вот эта роза, она очень тут ядреная. Поэтому нет, если вы не являетесь розовым любителем, тестируйте этот аромат неоднократно перед покупкой. Потому что все-таки, даже если вы купите даже самый маленький флакон, 30 миллилитров, вы его где-то найдете по супер скидке, либо по супер какой-то акции, все равно уже неприятно, когда у вас просто стоит мертвым грузом аромат, который вы не пользуете. Поэтому здесь тестировать и только тестировать. Потому что здесь все очень яркие компоненты. Может быть, вам роза пойдет, может быть, вам почули не понравится либо амбра, либо вот довольно яркая сладость этого аромата. Это, конечно же, не такой абсолютно, даже не близко такой сладкий аромат, как, к примеру, аквалина от Pink Sugar от Аквалина. Я просто начала лихорадочно вспоминать, кто же заделал Аквалину. А потом, да, это Аквалина Pink Sugar сделала. Ну, в общем. Там ужасная сладость. Здесь, конечно же, не такая сладость, но тоже очень аромат сладкий. Он понравится тем людям, кто любит сладкие ароматы. Но вот затестить его нужно основательно. Очень интересная штука. Очень. Я не ожидала от Барбери настолько громкого аромата. У них есть громкие ароматы, у них есть, но они какие-то всегда, они какие-то всегда не кричащие, они какие-то, они могут быть громкие, яркие, но они никогда не кричащие. Они всегда такие по-английски какие-то сдержанные. И здесь же прям такое ощущение, что это прям его создал агент-провокатор, вот, а не Барбери. То есть, очень интересная вещь. Очень меньше бы розы, либо другая бы роза. Я бы взяла этот аромат абсолютно точно, но нет, 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 нет. И у меня даже была мысль о том, что возьму этот аромат, возьму, но действительно мне хватило всего лишь несколько, несколько раз просто поносить этот аромат дома, чтобы понять, что ни хрена, что я его возьму, он меня будет ставить в коробке, а я такое не люблю. У меня довольно много ароматов, но я понимаю, что это сложно, сложно в это поверить, но если я хочу чем-нибудь надушиться, но я не знаю чем, я протяну руку, даже могу с закрытыми глазами просто протянуть руку и к любому аромату хвать, и этим ароматом мне будет приятно надушиться. Вот если у меня хвать вот этот аромат, я подумаю 10 раз, 10 раз. Просто здесь, здесь может быть даже просто на физическом уровне мне настолько неприятен этот аромат из-за вот этой яркой розы, что нет. Вот. Но если вы цените розы, если вы любите розовые ароматы, если вы любите яркие ароматы, если вы любите ароматы, я, опять же, я не говорю, что это такой, как гипнотик, пуазон, как, например, или как опиум от Ивсен Лоран. Но направленность, яркость аромата здесь абсолютно может с ними соперничать. Я даже ничего не знаю, кто выиграет. Если вы любите такие яркие ароматы, если вас не смущает роза, если вас не смущает здесь довольно яркая сладость, я думаю, вам нужно попробовать этот аромат. Особенно если вы разделяете ароматы на сезоны, если вы разделяете ароматы по праздникам, когда этот аромат на себя нанести, то я считаю, что этот аромат зимний, по крайней мере, в холодное время года, в вечернее время года, и он будет очень многим. И я уверена, этот аромат абсолютно не новый. Я, к сожалению, не знаю, какого года он. Я просто не посмотрела. Но он интересный. Он очень-очень интересный. То есть, когда я рассказываю об ароматах, я пытаюсь как-то, знаете, не однобоко. Вот роза мне не нравится, значит, аромат херня. Нет. Есть очень много ароматов. Когда мне роза не нравится в нем, либо не нравится уд. Я вот уд я не люблю, но уд я терплю лучше, чем роза. И я все равно пытаюсь найти и пытаюсь, в общем-то, как бы со стороны посмотреть на этот аромат. Поэтому, как бы мне здесь роза не приносила ни удовольствия, но аромат достойнейший. Достойнейший. Впрочем, как и ароматы Барбари в целом, потому что у них замечательный бренд, у них замечательные ароматы. Да, у них случаются ароматы, не скажу про колы, но просто ароматы простенькие, простецкие, несложные, просто водички. И эти ароматы, они тоже нужны каждому бренду, потому что, например, не все любят пахнуть очень ярко, не все люди ищут какую-то замысловатую пирамиду. Некоторым нужно просто что-то очень легонькое, любят они этот бренд, им что-то нужно из этого бренда. Поэтому это все нормально, логично, что у них есть вот такие ароматы. Ну, в общем, ничего плохого сказать не могу об этом аромате. Он действительно очень крут, он действительно очень красив. Он для тех людей, кто не боится идти и пахнуть, абсолютно точно. Он для тех людей, кто не боится розы, и я боюсь, я не люблю, он не для меня, к сожалению. Он крут, он очень-очень крут. Он, кстати, будет отличным подарком. Вот такие ароматы, такие ароматы, например, под Рождество хорошо дарить, кому-нибудь на день рождения, особенно, если это слепой, затест, слепой подарок. Если только вы точно знаете, что аромат пойдет, потому что человек нормально относится к розе, к пачули и ко всему остальному, то супер, супер вещь, абсолютно супер красивая композиция. Вот. На этом заканчиваю с этим. Барбари. Аромат действительно супер. Что еще хочу сказать? Он действительно крут, если сделают эту же вещь, но только без розы, обязательно не куплю. Я хочу спросить у вас, знаете ли вы этот аромат? Я думаю, знаете. Может быть, вы знаете его предшественника? Напишите мне. Мне очень интересно, как вы относитесь к этому аромату, как вы относитесь к классическому, просто вот этому My Barberry, и у них там еще и с розовым бантиком. И, в общем, расскажите мне, расскажите. И вообще, как относитесь к ароматам Барбари в принципе, потому что это всегда интересная тема. Я очень хорошо отношусь, я очень их люблю, ароматы. Опять же, не все они удачные, на мой взгляд, но бренд нравится. Бренд нравится. На этом все. Я желаю вам отличного дня, хорошего настроения, и пока! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok